В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В 20 раз больше в Сарове вырос налог на имущество по объектам. Игра в радость. В Саровском драматическом театре выходит новый детский спектакль. Главный сказочный волшебник отмечает день рождения, что саровщане пожелали Деду Морозу. Далее расскажем обо всем подробно. Вместо 10 тысяч рублей теперь нужно заплатить 100 или даже 200 тысяч. Такие налоговые уведомления получили многие предприниматели города в этом году. Причина в том, что кадастровую стоимость объектов увеличили в 10-20 раз. Эту проблему уже обсуждали как с городскими, так и с региональными властями. На очередном заседании комитета народные избранники озвучили возможные пути решения. Кадастровую стоимость коммерческой недвижимости, которая находится в собственности у индивидуальных предпринимателей, подняли в десятки раз. Сумма взимаемой платы доходит до 20-кратного увеличения стоимости. Рабочая группа Думы занялась этим вопросом. На заседании комитета представили два проекта решения. Администрация предлагает снизить налоговое бремя на текущий год. Второй проект заключается в использовании дифференцированного подхода. В зависимости от того, во сколько раз повысилась кадастровая стоимость, до 5, до 10, до 20, там до 15, до 20 или свыше 20, значит дифференциацию сделать. Значит ставка будет снижена на 10%, на 20%, на 30 и тех, у кого более чем 20 раз, на 50%. Второй проект еще сырой, признал Антон Ульянов налоговой, пока непонятно, как действовать. Механизм работы еще предстоит просчитать. Основной камень преткновения – снижение взимаемой платы городской бюджет, так как эти налоги принесут в казну города 27 миллионов рублей, которые уже включили в графу расходов. Для сравнения, в прошлом году сумма составляла 2 миллиона. Первый вариант с 30-процентной скидкой предпринимательское сообщество считает неприемлемым. Вот предлагаемая ставка, так сказать, да, вот как там со стороны администрации, со стороны городской думы. Накладываем одно на другое и строго говоря получается такая штука. Вот я платил 2 миллиона, 10 меня убьет. Ну хорошо, давай сделаем тебе 9. Меня 3 убьет уже. 3 меня уже убьет. Все, в принципе, мне достаточно. Ну там 8, 5 или 6, сколько хотите делайте. Это, ну извиняюсь за повторение, это мертвому припарку. Это не дает результат. Многократное повышение налога – это проблема не только предпринимателей, считает Сергей Трапезников. Когда у бизнесмена растут траты, он неизбежно закладывает их в стоимость продукции и услуг. Это законы рынка. Поэтому, если решения со снижением налоговой ставки не найдут, в обозримом будущем цены в городе неизбежно пойдут вверх. Каким образом арендный бизнес может взять деньги? Повышением, разумеется, арендной ставки. Кому он ее повысит? Еще более мелкому звену предпринимателей, которые либо, извиняюсь за урожение, умирают, в смысле, так сказать, бизнеса, да, то есть все, больше смысла нет этих нас. Либо дальше что делают? Повышают совершенно верно цену на товар и услуги реализуемые. В итоге часть бизнеса сворачивается вообще из того, к чему в том числе вы привыкли. Часть бизнеса повышает цены. Помочь бизнесу может как минимум 80-процентная налоговая льгота, считает Александр Вилков. По итогу комитета проект дифференцированного подхода отправили на доработку. Однако времени у депутатов все меньше. Решение нужно принять на днях, поскольку 1 декабря истекает срок уплаты налогов. Действие ипотечной программы под 7% на квартиры в новостройках в России завершится 31 декабря. Чтобы воспользоваться льготой, осталось совсем немного времени. Программа работает и в Сарове, и пока еще дает возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. Смысла в продлении льготной ипотеки нет, заявили в Минфине. И решили отменить ипотечную программу под 7% на квартиры в новостройках уже 31 декабря. Напомним, программу запустили в 2020 году как поддержку первичного рынка жилья в условиях ковидных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но власти ее неоднократно продлевали. В Сарове в рамках этой льготы пока еще есть возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. До конца декабря будет действовать специальное предложение от компании «Саровинвест» на приобретение квартир и тонхаусов по льготной ставке. Данная ставка распространяется на весь срок кредитования. Ежемесячный платеж благодаря этой ставке будет от 21 тысячи рублей. Всего в России за время действия программы льготной ипотеки под 7% выдано более 700 тысяч кредитов на сумму свыше 2 триллионов рублей. Программа работает лишь до Нового года. Если ипотечные ставки на новостройки сравняются со ставками на вторичное жилье, то значительно вырастет ежемесячный платеж. Так что откладывать с покупкой жилья больше не стоит. Основными банками-партнерами у нас являются Банк ВТБ и Сбербанк. При сумме кредита до 6 миллионов рублей вам потребуется для оформления самого кредита только два документа. Можно сказать точно, что при росте ставок значительно будет и увеличиваться сумма ежемесячного платежа. Подробно по льготной ипотеке вас проконсультируют в офисе продаж компании «Саровинвест». Торговый центр «Атом», пятый этаж, телефон 59917. В детской поликлинике есть путевки на санитарно-курортное лечение для детей без сопровождения. Предлагают групповые заезды в санатории Железноводска, Кисловодска и Сентуков. Профили лечения – гастроэнтерологический и общетерапевтический. Путевки бесплатные, оплатить нужно только дорогу до места. Подробности по телефону 90570. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Написать обращение в госорганы или должностным лицам станет еще удобнее. Сделать это можно будет через единый портал государственных и муниципальных услуг. А ответ поступит в личный кабинет. Соответствующий законопроект принят в первом чтении на этой неделе. Прошлые способы отправки тоже останутся как в бумажном виде, так и через электронные приемные. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. Пособие по безработице в следующем году сохранится на прежнем уровне. Первые три месяца безработный получит 75% среднего заработка на последнем месте работы, но не более 12 792 рублей. Последующие три месяца 60% дохода, но не более 5000 рублей. Безработные предпенсионного возраста получают тот же размер пособия, но на них не распространяется ограничение в три месяца. Минимальная величина составит 1500 рублей. Уголовное дело по аварии на Октябрьском проспекте направили в суд. Напомним, ДТП произошло утром 21 августа. Водитель на Киосид наехал на женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате Суровчанки оторвало ногу. Приговор водителю пока не вынесли. Игра в радость. Саровский драматический театр представляет новый спектакль для детей и взрослых. Новую постановку Полиана по книге американской писательницы Эленор Портер поставила Юлия Петрушина. Накануне премьеры наша съемочная группа поговорила с режиссером об этой сказке. Настоящие истории взросления. Юлия Петрушина – актриса Саровского драматического театра, знакома зрителям и своими режиссерскими работами. Самые маленькие саровчане и их родители могли побывать на ее спектаклях «Не хочу быть собакой» и пропецанной Финдуса. И вот, наконец, Юлия представляет саровчанам новую работу «Полианну» – спектакль по книге Эленор Портер. Рассчитана она уже на ребят постарше. Этот спектакль родился из моих мечт и желаний о том, что ребенок может раскрасить мир взрослых. И в каждом взрослом есть ребенок, но у многих он сидит где-то глубоко. И я думаю, что этот спектакль поможет или просто натолкнет на мысль, на какие-то внутренние ощущения взрослых людей, что в них тоже есть этот ребенок, и они его как-то вытащат наружу. Книга, по которой поставили спектакль, вышла в далеком 1913 году и пережила уже несколько экранизаций и постановок. Многие из нас читали это произведение в детстве, так что сюжет для большинства зрителей не станет тайной. В центре истории – 11-летняя девочка, ставшая сиротой и попавшая в дом своей тети. Справиться с невзгодами, выпавшими на ее долю, «Полиане» помогает игра в радость, которую они придумали с покойным отцом. Там действительно подняты очень острые темы. Мы их постарались сценически решить так, чтобы взрослые и дети посмотрели на какие-то жизненные ситуации, происходящие в их семье, может быть, со стороны. И при обсуждении дети смогли бы сказать о тех проблемах, которые их внутренне волнуют, родителям открытым текстом. И хотя действия в первоисточнике происходят в начале прошлого века, авторы спектакля не привязывались ко времени. Ни по костюмам, ни по оформлению практически невозможно понять, из какой они эпохи. Акцент создатели старались сделать прежде всего на том, что происходит в душах и сердцах героев. Главную роль в «Полиане» исполнила Мария Раздобарина – молодая актриса, которая присоединилась к труппе нашего театра только в этом сезоне. С приходом Маши она попадает в этот спектакль, потому что ее органика яркая, взрывная, энергичная, как дети сейчас, мне кажется. И она в этот спектакль принесла именно то самое «Безвременье». Она будет нашей девочкой, которая как будто ее выдернули с улицы и закинули к нам. Мне кажется, она очень современная, очень открытая. Спектакль есть в афише ноября, декабря и января. Билеты можно купить на сайте Саровского драматического театра. Для зрителей старше шести лет. Дед Мороз – любимый детский сказочный персонаж. Никто точно не знает, сколько ему лет, однако день рождения дедушки все-таки отмечают. Считается, что 18 ноября она в очине волшебника в Великом Устюге вступает в свои права зима. Эта дата и принята за день рождения Деда Мороза. Наконец-то произошло чудо, которого все так долго ждали. В Сарове выпал снег, а со снегопадом стало появляться и новогоднее настроение. Тем более, что есть еще один повод для праздника – день рождения главного волшебника страны – Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его родине в Великом Устюге ударяют первые морозы и наступает настоящая зима. Какой возраст у Деда Мороза никто сказать не может, но точно, что ему более двух тысяч лет. Прообраз знакомого нам сегодня Деда Мороза возник в славянской мифологии. Наши предки представляли Мороз невысоким бодрым старичком с седой бородой. Позже, в середине 19 века, Мороз начинает приобретать черты дедушки. В разные времена он был известен под разными именами – Мороз Иванович, Святой Николай, Морозка. Уже знакомый нам Дед Мороз появился в начале 20 века, который до революции был символом Рождества, а в советский период – Нового года. В день рождения Деда Мороза в Великом Устюге открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для новогоднего волшебника. Дед Мороз идет в ногу со временем, поэтому принимает поздравления и по электронной почте, и по телефону, и даже в соцсетях. Саровские ребята тоже поспешили поздравить дедушку. Я желаю Деду Морозу, чтобы ему тоже кто-нибудь принес подарочек в Новый год, потому что он будет целую ночь трудиться. Счастья, здоровья, любви. Чтобы он никогда не уставал делать детей счастливыми, чтобы у него было очень крепкое здоровье, и чтобы он продолжал всех радовать в этот новогодний день. Крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы поскорее бы радовал подарки и смог отдохнуть вечером. Пожелать бы хочется крепкого здоровья, потому что без этого компонента, понятия, не было бы, наверное, ничего у каждого человека. Поэтому здоровье самое важное. В день рождения поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги из разных областей России и зарубежья. На центральной площади Великого Устюга в этот день проходят праздничные мероприятия, и по традиции на первой новогодней елке зажигают огни. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В Сарове проходят игры всероссийского турнира «Кэсбаскет». Это чемпионат по баскетболу школьной лиги. На паркете юниора соревнуются 10 команд образовательных учреждений города. Наша съемочная группа побывала на матче за выход в плей-офф соревнований. Первенство школ города по баскетболу прошло в спортивной школе «Икар» в рамках Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет», который объединяет порядка 70 регионов России. В муниципальном этапе чемпионата участвовали 10 команд из школ Сарова. Все борются за первое и второе место. То есть из группы выходят первое и второе место. В группе пять участников. Пять команд участников. Из пяти выходят две в плей-офф. Здесь сначала идет в группах круговая система. Дальше уже система на вылет. Две команды выходят из одной группы, две команды из другой выходят и играют на вылет. Игра между гимназией номер два и пятой школой была напряженной. Несмотря на то, что гимназия лидировала, команда школы номер пять уверенно догоняла соперника. Но обойти гимназистов им все-таки не удалось. Игра закончилась со счетом 38-20. Следующими на баскетбольное поле вышли команды третьего лицея и десятой школы. Мы играем за третью школу. Три победы пока из трех. Сегодня игра с десятой школой. Она решающая. Если выигрываем, то проходим дальше. И завтра получается игры у нас уже из группы. Получается, с 11 школы завтра играем. Завтра также должны настроиться на игру, чтобы выиграть и пройти уже финал. Победители муниципального этапа первенства школ города по баскетболу поедут на зональный этап в Иксу. Лидеры зонального этапа попадут на область, а потом и на всероссийский уровень. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!